Картина несколько непривычная. Ивановские чиновники без галстуков, да еще и с лопатами в руках. В субботу уборкой городских парков занимались сотрудники правительства и городской администрации. Парк Степанова разделили на зоны. Около лодочной станции сажали деревья. В других местах собирали мусор. Настроение отличное. Встали в 7 утра, собрали все, что было дома, нашли. Можно надеть на субботник. Не каждый год даже. Ну и с большим энтузиазмом пришли на субботник. Вот инструмент муж приготовил. Палочку со штыриком, чтобы натыкать мусор и класть в пакетик. Посадили 30 ясеней. Чиновники мужчины тем самым убили сразу двух зайцев. Территорию зеленили. Вместе с тем одно из трех главных дел в жизни своей сделали. Посадили дерево. Для женщин процесс этот тоже символичен. Для меня это радость вообще. Для того, чтобы посмотреть. Во-первых, радость от того, что здесь будет дерево расти. Оно будет наш воздух очищать. И вообще посмотрите, какое красивое место будет. Это просто удивительно. И дети будут бегать, и взрослые. И в тенечек может будет. Если он пошел, искупался, под солнышком и сидел, а потом сюда. Поэтому я считаю, что это очень здорово, что мы можем сегодня посадить деревья и облагородить наш город. Степановский парк – особенное место для выпускников Ивановского госуниверситета. Практически все, будучи студентами, гуляли здесь после занятий. Или вместо занятий. В парке Степанова прошли годы моей студенческой юности. К сожалению, в последние годы я чаще бываю в парке пятого года, потому что там живу ближе. И мне очень радостно, что произошли очень хорошие изменения в парке. Буду теперь бывать и здесь чаще, я думаю. Все без исключения, кто сажали ясени, пообещали в будущем их навещать. Горожане могут посмотреть на новые деревья около лодочной станции в приближающиеся майские выходные. На один день все-таки стоит оторваться от огородов и застолий с шашлыками и просто погулять в городском парке. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.